Имя еще одного кандидата на пост губернатора Киевской области стало известно накануне. В областной избирком необходимые документы подал бывший глава города Котельнич Александр Жданов. Руководил городом Жданов с 1997 по 2011 годы. С 2010 он возглавлял ассоциацию Совет муниципальных образований Киевской области. Напомню, это уже третий зарегистрированный кандидат. О своем желании участвовать в выборах уже заявил действующий глава региона Никита Белых и представитель партии КПРФ Сергей Мамаев. О других новостях города и области расскажем в коротком видеообзоре. Вчера около 10 часов вечера в Костино сгорело 6 гаражей. Произошло возгорание в гаражно-строительном кооперативе «Нива». В результате на 6 рядом стоящих гаражах полностью выгорела крыша и имущество. Закоптились стены. В ликвидации огня были задействованы 28 пожарных и 8 единиц техники. Причины возгорания сейчас выясняются. По неподтвержденным данным, все 6 гаражей принадлежали одному человеку. Зарплата помощников-воспитателей в детских садах вырастет в этом году на 5%. Об этом заявил глава города Владимир Быков. По его данным, в прошлом году зарплата непедагогических работников уже дважды индексировалась. 1 августа на 12%, с 1 октября на 5,5%. Очередное повышение на 5% запланировано на 1 октября 2014 года. Жителям Кировской области пришлось выплатить 65 миллионов рублей, чтобы отправиться в отпуск за границу. Именно столько взыскали в канун отпусков судебные приставы исполнителей с местных должников. Всего ими было выписано около 4 тысяч постановлений о временном ограничении на выезд за пределы России. Общая сумма долга составляет более миллиарда рублей. Исправились же 500 человек. Они полностью погасили свои долги, чтобы отправиться отдохнуть подальше от родины. Кстати, почти 200 из них – должники по алиментам.